добрый вечер это ток-шоу с глазу на глаз мы в прямом эфире каков донбасс культурный ответ на этот вопрос мы попытаемся узнать сегодня нашим ток-шоу как развивается эта самая культура в одном из самых промышленных регионов нашей страны и также коснемся вопроса развития туризма которым очень часто и много говорят в нашем промышленном регионе но о том как этот процесс происходит на сегодняшний день тоже выясним у начальника управления культурой и туризма донецкой областной государственной администрации николая пташки николай николаевич добрый вечер добрый спасибо что пришли к студии спасибо что готовы отвечать как на мои вопросы так и на вопросы наших телезрителей николай николаевич давайте немножко отмотаем пленку назад и попробуем выяснить каким для культуры нашего региона был год 2012 довольны ли вы результатами все таки год был скажем так более спортивным для нашего региона ну да сочетание спорта и культуры он был взаимосвязан потому что все таки чемпионат европы во многом подтолкнул и укрепление материальной базы учреждений культуры наших театральных концертных организаций коллективов безусловно все это каким-то образом сказалось на укрепление материальной базы культуры но все-таки год 12 был наверное для нас примечательным тем что юбилеем восьмидесятилетием создания донецкой области и весь год прошли то в течение года которые прошли акции деятели культуры искусства то есть те мероприятия которые на поднятие положение здания и поднятие имиджа региона прошли их было очень много акций я даже не буду их наверное перечислять и многие наши жители области были и свидетелями и участниками этих мероприятий я думаю это одно из особенностей нашей жизни культурной жизни но в целом если брать те главные составляющие которые создают мы будем культурный фон региона прежде всего это состояние профессионального искусства это показатель любого государства любого региона насколько высок уровень профессионального искусства это уже говорит об общем уровне состояния культуры и непосредственно конечно составляющие это народное творчество это то что работа наших клубов библиотек там в глубинке сельских районах это то что где жители получает определенные культурные услуги наверно в комплексе это мы рассматриваем в принципе год был положительным потому что он был профинансирован в полном объеме у нас заработная плата основные будем говорить защищенные статьи мы сохранили творческий потенциал кадровый потенциал круто степени он даже немножко улучшился за счет роста приходом молодежи но мы об этом поговорим чуть позже николай николаевич а вот все таки какие на взгляд наиболее яркие культурные события в регионе за 2012 год вы бы все таки выделили ну я бы отметил впервые за много лет осуществил такой гастрольный тур по малым городам и районам в полном составе наш академический симфонический оркестр имени сергея прокофьева солистами это был такой у нас акция мастера искусств юбилею области это безусловно я бы не оставил стороне ту на насыщенную фестивальную жизнь наших как музыкальном искусстве театральном искусстве в народном творчестве престижные фестивали которые состоялись и и были посвящены именно юбилеи области также безусловно то что связано с пропагандой творчества наших земляков донецкой области состоялись традиционные акции культурные нам удалось им в прошедшем году все-таки поднять на более такую чуть высокую ступень это вопрос связан с народным творчеством и прошли фестивали которые наверное у нас и по хореографии народной по вокалу я бы назвал среди известных таких событий наверное те пленеры художественные выставки которые прошли где участвовали это гости которые у нас ну я не могу обойти наверное и премьеры это летучий голландец который стал будем говорить таким знаком событий в культуре украины в оперном искусстве как проект совместный который будет иметь продолжение по городам украины и так далее то есть это театральные премьеры которые у нас состоялись николай николаевич скажите пожалуйста когда говоришь чиновниками чиновниками самого высокого ранга и речь заходит о культуре то ну они всегда стараются скажем так общими фразами ответить на тот или иной вопрос но очень часто кажется что культура находится ну скажем так если не на первом то далеко не на втором не на третьем месте по степени важности вот как областные власти нашего региона на сегодняшний день поддерживать культурную сферу ну наверное каждый понимает что культура это то что всегда заметно все на виду и наверное не обращать внимание на культуру и не поддерживать ее это наверное было такое близорукость и наверное дальневидная политика любого и я могу сказать одно что в целом если брать мы должны разделить местный бюджет и областной бюджет то консолидированный бюджет на культуру у нас в двенадцатом году составил 500 миллионов если брать консолидированный бюджет областной бюджет 241 миллион это у нас запланировано на тринадцатый год это областной бюджет поддержка наших областных учреждений культуры театрально-концертных библиотек музеев и проведение культурных акций я должен сказать что за последние два года мы впервые приблизились тому что начали заниматься модернизации зданий наших учреждений культуры это на примере театр кукол мы должны в этом году закончить приступили к некоторым моментам решения проблем по театру юного зрителя макиевского начались у нас реставрационные работы в прошлом году уже в оперном театре плюс мы будем говорить прекрасно сделали капитальный ремонт музея про кофе в селе красном общежития училища культуры то есть достойные объекты которые требуют капиталовложений то есть это идет на развитие поэтому на сегодняшний день у нас областные учреждения культуры все обеспечены заработной платой расходами которые связаны с энергоносителями коммунальными услугами и с теми обязательными выплатами которые предусмотрены законом да есть проблемы там насчет доплат которые можно дать можно не дать это уже как позволит бюджет проблемы есть безусловно сегодня по нашим двум национальным театрам если брать музыкально драматический театр оперы и балета у нас нет сегодня средств в областном бюджете чтобы зарплата наших артистов творческого состава ну отвечал этому уровню этих денег пока нет скажите пожалуйста что касается бизнеса насколько бизнес сегодня проникся скажем так проблемами и чаяниями культуры и готов каким-то образом помогать прежде всего давайте говорить откровенно финансами ну мы должны здесь сказать что есть если мы говорим что есть государственный сектор культуры и есть будем говорить приватный коммерческий не государственный сектор культуры и функции наши если брать учреждение культуры государственных это безусловно то чем вопросы которые навряд ли привлекательные иногда бывают для бизнеса и ту государственную политику которую мы осуществляем и реализуем навряд ли они могут быть не совпадят с интересами бизнеса если бизнес сегодня достойную нишу занял шоу развлекательных программ и мы не можем даже порой соперничать с ними по финансовой возможности по материальной базе то я могу сказать заметил что на протяжении многих лет что в принципе не привлекательно для бизнеса это вопросы фольклора народного творчества поэтому кроме то есть бизнес вкладывая деньги в культуру ради бизнеса скажем так там здесь выгода какая то да ну есть проекты мы можем говорить что долгие годы бизнес поддерживал и звезды мирового балета и гран-па спектакли бизнес у нас частично участвует во многих будем говорить мероприятиях но доля участия бизнеса я бы сказал очень скромная и наверное законодательная база просто не позволяет этого делать по меценатству который есть закон но он ничего не решает и даже никак не способствует тому чтобы бизнес это было интересно и он был заинтересован на ваш взгляд если закон изменить то бизнес мог бы скажем так обратить свой взор взор на академическую культуру или все равно для него этот сегмент не интересен потому что там сложно говорить о какой-то прибыли ну не всегда это так потому что всегда престижно было поддерживать именно профессиональное искусство балетную оперную симфоническую музыку потому что это все-таки показатели если бизнес поддерживает допустим там фестиваль музыкальный или связан с симфоническим оркестром то это уже показатель уровня руководителя бизнес структуры и его отношения это всегда на в мире она всегда ценилась и наверное каждый человек это понимает но другой вопрос что это очень капиталозатратное если там помочь фольклорному коллективу пошить костюмы там выехать это одно дело а показать если внимание и каким-то образом поддерживать тоже классическое искусство или оперное или музыкальное симфоническое это очень капиталоемкий вопрос поэтому бизнес еще наверное сегодня не готов по многим причинам ну по состоянию своим может быть морально может быть я не знаю как назвать там ну в принципе могу назвать значит он не готов просто сегодня идти на контакт чтобы вот заниматься этими вещами к сожалению николай николаевич ну вот говоря о финансах говоря бюджете вы сказали о том что проблем на сегодняшний день сфере культуры с выплатой заработной платы нет есть сегодня уверенность в том что будут оплачиваться все необходимые коммунальные расходы но однако если на сегодняшний день в бюджетах как областном так и территории место что называется развитие непосредственно самой культуры это возможно новые постановки это возможно средства которые вкладываются в другие отрасли на что сегодня помимо вот скажем так базовых до позиций которые нужно закрывать бюджетных готовы тратить бюджетные деньги и каковы приоритеты по поводу приоритетов я всегда сложно отвечать то что культуре назвать приоритет какой-то это было бы наверное не совсем справедливо потому что нельзя сказать что сегодня приоритет там профессиональных искусств культура не поддается планирование нет оно поддается планировой есть вещи которые наверное я могу сказать что есть приоритеты определяются проблемами которые существуют в отрасли если есть сегодня проблема кадровая грубо говоря то это есть на этот год у нас на два года приоритетным'dе мы занимаемся. Если сегодня мы говорим, что исчезла с поля зрения, допустим, духовая музыка, оркестры, или пропадает у нас коллективы, там, народная хореография, это есть приоритетно. Но в целом, если брать, мы должны все-таки создавать какой-то баланс сегодня существования в культуре различных жанров, чтобы человек, который сегодня, ну, имеет какое-то желание реализовать свои творческие возможности, он должен прийти и реализовать их. Но если он приходит и это не делает, я считаю, что это уже есть проблема, и это неполноценное. А то, что, если брать область, допустим, руководство в области, для нас, наверное, проблема остается это бюджет развития, это модернизация наших учреждений культур. Потому что то, что мы остаемся сегодня при всем, имея такой высокий творческий потенциал, но все это мы делаем первобытным способом. Что это значит? Я имею в виду, что в клубе у нас по-прежнему, образно говоря, патефон играет, ну, образно говоря. Если мы сегодня говорим о компьютерных технологиях, если мы говорим сегодня о библиотеках, без внедрения этих научно-технических каких-то новинок, внедрения современных, культура сегодня, ну, не может она стоять, как болото застывшее без прогресса технически проходит мимо, какие-то инновации проходит мимо. Но мы об этом обязательно поговорим. Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, вот не кажется ли вам, возможно, я заблуждаю в своем суждении, что то состояние дел, которое на сегодняшний день есть в нашей культуре, есть реальным отражением потребности людей в этой самой культуре? Ну, здесь бы так, наверное, надо точки расставить. У нас, несмотря на все проблемы и сокращение сети, и связано с демографией, и многими причинами экономическими и так далее, но то, что радует, люди по-прежнему у нас не уменьшается количество там коллективов народного творчества, не уменьшается количество участников. Да, она растет, может быть, пропорция его, что это где-то 50% это дети, подростки меньше и старшее поколение. Да, вот средняя там, будем говорить, молодежь, она как-то занимает свою нишу. Поэтому говорить о том, что мы просто не можем, наверное, дать достойную, предоставить достойную культурную услугу, какую надо предоставить человеку, имея свою такую материальную базу. Но говорить о том, что сегодня культура, как ни странно, она все-таки существует, пока существуют люди, руководители. Ведь мы примеры знаем, что есть прекрасные дворцы, есть прекрасные дома культуры, но если там нет человека, который может это сделать, значит, не бывает ничего. Даже при всем... Я как раз вот по этому поводу вас и спрашивал, я попробую переформулировать свой вопрос. Я имею в виду потребность в культуре со стороны непосредственно, скажем так, зрителя, ценителя. Необходимость. Да, может быть, человек считает, что ему это не надо, не нужна библиотека, не надо ему там симфоническая музыка или не надо ему там фольклор и так далее. Есть, наверное, разноплановость сегодня, если брать культуры, она, в принципе, дает возможность человеку выбор, если человек этого желает. Если говорить о том, насколько там... Да, есть, безусловно, у нас какой-то спад в посещении, допустим, этих учреждений культуры, он естественный, но это не говорит о том, что это учреждение культуры. Это связано с культурным спадом, с падением культурных настроев или это, прежде всего, экономическая, скажем так, ситуация отражается таким образом, на ваш взгляд? Ну, экономическая составляющая, безусловно, играет большую роль. Тут мы не можем там отрицать ее. Но, все-таки человек, который приходит в учреждение культуры, в любом случае он хочет получить какой-то качественный продукт, услугу. Если мы сегодня говорим, мы никогда за последние годы не наблюдали такой активности посещения наших театров. Мы все время говорили в те времена, что опера никому не нужна, на балет не ходят. Как ни странно, за последние четыре года у нас аншлаги на балеты. У нас нет, как раньше было, там по сто человек сидело в зале, слушали оперу, симфонический оркестр. Говорить поэтому я бы сказал так, что интерес, вот, по крайней мере, если судить по нашим театрально-концертным организациям, он намного возрос у людей. А я говорю, что если человек идет слушать, это высший, будем говорить, признак его культуры оперу, мы даже только радуются о том, что сегодня у нас это наблюдается. Но в театре ныне, как поговаривают, в Донецке особенно ходить модно. Вот. К счастью, наверное, да? Не, модно вы знаете. Хорошо, да, что... Модно есть, знаете как, вот, есть звезды мирового балета. Я наблюдаю много лет, что, допустим, очень важна причина открытия и закрытия, когда будет бомонд. Не важно, ты нужен, ты там, разбираешься в балете, или ты интерес. Важно твое присутствие, да, это наблюдается. Ну, это в любой категории есть что-то такое. К слову сказать, о фестивале звезды мирового балета. Это давно уже визитная карточка Донецка, да, и никто этого не скрывает. Однако уже на прошлом фестивале возникли некоторые финансовые сложности у всего мероприятия. Что можно сказать на будущее? Продолжить ли свое существование этот фестиваль, и какова ситуация, возможно, с финансами там? Надо заметить, что изначально фестиваль звезды мирового балета был коммерческий проект. Он никогда не был рассчитан на поддержку бюджетных средств, государственных средств. Это был чисто коммерческий проект. И все годы, он, будем говорить, за исключением последних двух, он так, в принципе, и существовал. Но говорить о том, что мы не поддерживаем, учитывая ситуацию, которая сложилась, особенно в прошлом году, вокруг фестиваля, был на грани срыва проведения фестиваля звезды мирового балета. Безусловно, руководство, притом юбилейный фестиваль, значит, практически, мы, руководство области, понимая все это, были выделены средств. И фестиваль состоялся практически за счет поддержки бюджетных средств. И в этом году мы тоже планируем частичную финансовую поддержку этого проекта. Но, повторяю, этот проект очень такой затратный проект. Поэтому, если его делать и уровень его, он требует больших денег. И как будет сегодня ситуация, вот в 2013 году, учитывая, что возможно постановка театра оперы и балета на ремонт, то здесь еще у нас вопрос, состоится ли он в таком виде, в таком формате. Что касается, скажем так, некоторых имиджевых позиций, которые серьезным образом развиваются в нашем регионе, одна из них – это популяризация образа и, прежде всего, творчества Сергея Прокофьева, да, уже увековечили аэропорт его именем. Будет ли продолжена, скажем так, попытка внедрения в более широкие массы имени этого известного композитора, нашего земляка? Ну, Сергей Сергеевич, Прокофьев, во-первых, у нас не как бы был год юбилея, 120-летие, был просто более активно. Это, безусловно, все правильно. Мы использовали это имя самого исполняемого композитора 20-го столетия в поднятии в целом имиджа региона. Но у нас постоянно, ежегодно проходят фестивали, в том числе и в этом году продолжается работа, связанная с известными нашими деятелями культуры и искусства, родина которых Донецкая область. Что касается Сергея Сергеевича Прокофьева, в этом году состоится Прокофьевская весна. В апреле у нас пройдет она неделю. Состоится на этой неделе уже у нас проходит конкурс юных пианистов имени Сергея Прокофьева на базе музыкального училища. Он пройдет уже на этой неделе, в воскресенье. Кроме того, у нас планируется проведение фестиваля, конкурса на родине Прокофьева, пианистов, опять же, исполнителей будет. В этом году мы проводим конкурс среди преподавателей и учащихся школ эстетического воспитания «Мой Прокофьев». Это художественная работа, участвуют художественные школы, отделения художественной школы искусств. То есть работа эта у нас идет. Я уж не говорю о том, что в репертуаре остаются и оперного театра и Рома и Джульетта, в репертуаре нашего академического симфонического оркестра имени Сергея Сергеевича Прокофьева. В общем, в принципе, палитра большого. Слушайте, Николай Николаевич, я так понимаю, если выражаться ныне модным языком, то есть это бренд был не на время. Это то, что будет, скажем так, поэтапно, с учетом всех возможностей, которые есть на сегодня, каким-то образом внедряться в широкие массы. Ну, если вот, когда была подготовка к юбилею области, вот мы много, было обсуждение, все-таки, кто главный у нас, вот человек там, когда было, и в том числе, когда аэропорт называли, был спор по поводу, чье имя должен быть носить аэропорт нас, я всегда говорил, что нет более известной личности в мире, чем Сергей Сергеевич Прокофьев. Прокофьев выходит из Донецкой области. Ну, нет такого другого, я не могу назвать. При всем уважении ко всем нашим землякам, если приедешь в Лондон, там висят афиши, балеты и так далее, у Гранд-Опера, это везде имя. Через него мы должны как бы использовать, не до конца, конечно, еще, это имя для того, чтобы о Донбассе узнали. — Хорошо, давайте поговорим о вещах уже прикладных. Хотелось бы узнать, вы затрагивали уже вкратце вопрос кадров, хотелось бы узнать, какова сегодня, на сегодняшний день ситуация с учебными заведениями, что называется, по профилю, и коснулась ли их, скажем так, экономическая ситуация, были ли там процессы оптимизации произведены? — Сеть учебных заведений, высших учебных заведений культуры и искусства Донецкой области, я не беру Киев, самая высокая, большая по количеству, она у нас не изменилась за последние годы, у нас 7 высших учебных заведений культуры и искусства, они сохранены, сегодня они готовят по 9 специальностям выпускников, специалистов, это ежегодно 300 выпускников, которые готовят сегодня наши высшие учебные заведения, я не считаю, в музыкальной академии. Мы, наверное, единственная область, то, что у нас есть приемственность, у нас 99 школ эстетического воспитания, ну, музыкальных школ, и получается у нас есть приемственность, есть выпускники участия в школах, которые поступают в музыкальные училища, потом в академию, и есть, как бы, у нас нет проблемы пополнения кадров, в частности, брать наших профессиональных театров, оркестров и так далее, тут мы, проблема, как бы, она решена, и мы ее закрываем, но есть другие проблемы. Какие специальности, скажем так, пользуются наибольшей популярностью в высших учебных заведениях, которые занимаются подготовкой специалистов? Ну, самый большой, это, будем говорить, рейтинг, это хореография, это библиотечное дело, это изобразительное искусство и дизайн в художественном нашем училище, и в шахтерском кинотехнике, где есть компьютерное там обслуживание и так далее, вот эти самые рейтинги, и, безусловно, у нас эстрадное пение пользуется популярностью. Все хотят петь и танцевать? Ну, у нас же все таланты, X-фактор, понимаете, все это, да, это безусловно. А что касается других специальностей, я уже говорил, что у нас проблема есть подготовки народной хореографии, руководителей духовых оркестров. Мы вынуждены были закрыть в училище культуры даже эту специальность, учитывая, что людей нет. Народные инструменты, это проблема. Да, безусловно, у нас, так бы сказать, я бы не сказал, что большой конкурс, где что связано там с ортопиано, с скрипкой, хотя она достается таки востребованным. Вопускники готовы идти работать прежде всего, а, по специальности, и, б, что называется, по специальности, ну, как раньше говорили, в глубинку, да, то есть на территории, в районы, где ситуация, скажем так, ну, мягко говоря, не всегда положительна в культуре. Ну, если брать у нас из 300 выпускников в год, то 55% этих выпускников, они продолжают учебу в высших учебных заведениях третьего, четвертого уровня, аккредитации. Остальные у нас на бумаге все трудоустроены, вы поняли? Все у нас, как бы, имеют. Но проблема, а ведь это не культуры только, о том, что молодой специалист не едет в село или там рабочий поселок работать. Это проблема в целом, что у нас сегодня, ну, нет никаких, допустим, стимулов человеку туда и законодательная база, и какие-то, чтобы были, я имею в виду, там и зарплаты и так далее, и условия жилья. Ну, это проблема, возьмите медицину, образование, она неэнтичная, в том числе и для культуры. То, что у нас сегодня контрактная система, мы не забываем, еще есть же у нас и контрактники, ну, мы о них не говорим, они, как бы, птицы свободного полета куда-то. А заказ еще у нас в сельской местности, у нас квота есть. И вот за счет квоты вне конкурса поступления именно из села мы решаем проблему сегодня. За счет, я думаю, немножко на 3%, но у нас возрос уровень количества молодежи, работающей у нас в клубных учреждениях, в библиотеках, поэтому, да. Какого на сегодняшний день, Николай Николаевич, процента, скажем так, от общего числа работников культуры, которая составляет, то есть молодежь? Где-то до 40%. Это хороший показатель? Это у нас было похуже. Да? То есть молодежь пошла в культуру, да, работать? Вот за счет того, что вот мы все-таки преференции даем, особенно для сельских, ну, в принципе, я могу сказать, А кроме этого, есть ли какие-то региональные программы, скажем так, которые каким-то образом поддерживают и стимулируют молодых специалистов? Нет, если брать отрасль культуры, нет программ ни государственных, ни региональных программ, которые могли бы стимулировать, допустим, человека закончить и пойти работать на село. В случае их появления, на ваш взгляд, это каким-то образом ситуацию бы решило? Или сегодня, какого-либо рода материальные стимулы тоже, скажем так, ну, не заставят человека наступить на горло собственной песни, пойти работать в сферу культуры, к примеру, не знаю, там, в Володарский район? Не всегда даже зарплата может заставить человека пойти и туда работать. Ну, потому что они что-то получают меньше даже, но они остаются в Донецке или там в Киеве, пусть они будут меньше получать. Все-таки проблема в том, что когда человек, ну, выпускается, у него есть какие-то амбиции свои, да, есть какие-то планы, и он хочет их реализовать. Молодежь сегодня все-таки люди, которые, всегда интересно с ними общаться, и те проекты, которые у них есть, весьма реализована. И он приезжает туда в село или в поселок, в этот Дом культуры, и он понимает, что он себя никак не может реализовать, даже ему будут условия там, дадут ему квартиру. Не всегда он еще останется, если он увидит, что он творчески не может себя реализовать. Притом молодежь, они же не будут, так сказать, они же не думают, что там будет через 20 лет. Вот сегодня и сейчас. Поэтому вопрос же опять. До тех пор, пока мы не модернизируем сегодня учреждение культуры, чтобы молодой человек туда пришел и мог реализовать, если он будет играть на Баяне 58-го года и на Балалайке. Ну, вы поймите. Но хотя, только единственные остаются те, кто вырос в этом поселке, закончил учебу и возвращается. Как правило, эти люди там остаются и они там прикипают. Но он знал реальность и вернулся в ту же реальность. Ну, а если говорить об этой самой модернизации, о которой вы говорите, Баян 58-го года или еще что-то там 61-го года, но есть ли все-таки на сегодняшний день какая-то программа, которая, ну, по крайней мере, ну, позволит, если не реализовать, то хотя бы помечтать о том, что со временем где-то, как-то ситуация будет меняться к лучшему или не до культуры? Что касается перспектив решения этого вопроса, мы с вами, Донецкая область, мы же не живем так где-то, да? Есть государственная программа, есть какая-то государственная политика, есть бюджет. И он как на культуру бюджет, он, ну, к сожалению, культура всегда по остаточному принципу финансировалась. И, наверное, мы, допустим, не можем так создать рай только в Донецкой области, вот на фоне всего, что если мы не можем решить это на государственном уровне. Если не будет придумана, не будет той законодательной базы, которая сегодня позволяет так или иначе решать проблемы материальные и привлечение средств, и порядок их расходования, сегодня все мы в каких-то рамках. Бюджетного кодекса, закон о бюджете, это ты не возьми, будут деньги. Понятно, шаг право, шаг влево. Поэтому сам механизм этот, который надо решать проблемы на уровне государства, на уровне министерства, наверное, только так можно в таком состоянии. А просто мы вот такие тут в регионе возьмем и сделаем рай. Я думаю, это можно, но не настолько. Есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Вечер добрый вам, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Роман. Скажите, пожалуйста, насколько популярен так называемый зеленый туризм в нашем регионе и откуда прежде всего эти туристы? Спасибо, Роман, за вопрос. К туризму сразу зрители перешли. От культуры. Вопрос больной туризма. Да, мы действительно за счет Евро-12 каким-то образом у нас хорошие показатели пребывания иностранных туристов, но у нас уменьшается или практически остается на одном уровне наш внутренний туризм. Развитие внутреннего туризма, это остается проблемой. Хотя да, есть проекты, есть гранты, которые сегодня на поддержку зеленого туризма. И у нас их в Старобешевском, в Тельмановском районе, в Красном Лимане. Они, есть сады бы, которые за счет грантов, в принципе, могут принять любителей зеленого туризма. Но, чтобы сказать, что у нас туризм, зеленый туризм сегодня развит так, как бы мы хотели бы, я, к сожалению, не могу это сказать. Хотя в области есть, я говорю, что проекты реализованы, в том числе английский проект, который по поддержке развития зеленого туризма, он у нас реализован в ряде районов и в районах, ну, это в основном, в том числе и в Селе Красном. Есть три подворья, где могут принимать любители зеленого туризма. Но это прежде всего, скажем так, те туристы, которые идут по этим маршрутам, по этим направлениям, это люди, которые живут, что называется, в нашем регионе, или все-таки можно говорить о том, что из других регионов прибывают сюда, к нам в области? Ну, в основном зеленый туризм особо, я не могу сегодня привести статистику, что к нам из других регионов воспользовались услугами и возможностями. Я могу сказать, что сегодня четыре пилотных территории в области определены по зеленому туризму. Это Тельмановский район, Константиновский, Старобешевский, они как пилотные территории. Это немецкое правительство занимается этим проектом, и мы работаем вместе с представителями организации, региональный фонд поддержки зеленого туризма, который есть, мы работаем по поводу реализации на этих территориях пилотного проекта, ну, при том, что у нас есть. Ну, давайте вернемся еще вот к какому вопросу. Мы говорили о том, что нет ни государственных, ни региональных программ, которые каким-то образом бы влияли на приток молодых кадров и на стимулирование молодых кадров культуры, но есть программа развития поддержки библиотек, насколько мне известно, на 2012-2015 годы. Программа есть. Есть ли положительные тенденции, исходя из того, что существует некий документ, в котором расписана дорожная карта, куда двигаться? Ну, будем так сказать, что программа была принята практически в конце 2012 года, чтобы говорить сегодня о разительных там переменах, я бы не могу сказать. Хорошо, давайте об ожиданиях поговорим о реализации. О ожиданиях, значит, что касается этой программы, развития библиотек Донецкой области до 2015 года, она сегодня, благодаря тому, что в большинстве городов и районов программы аналогичные приняты, это дает нам хоть какую-то возможность сохранять на том уровне сеть библиотек, вопросы решать пополнение библиотечных фондов, периодических изданий и кадров. То есть программа, безусловно, будет иметь свой положительный результат, но сказать сегодня, что будет в 2014 году, какая будет финансовая ситуация, я не могу, но то, что сегодня, благодаря программе мы каким-то образом подтянули некоторые города и районы, то это, безусловно, имеет библиотеки региона пользуются спросом у читателей? Ну, я так приведу, что у нас сегодня от 17 миллионов имеются фонды, библиотека составляет как, в том числе и на электронных носителях, и 24% населения пользуются у нас библиотеками. Это достойный показатель? Это приличный показатель. Мы сегодня говорим, что там все-таки современные технологии, наверное, библиотеки не нужны. Да, мы еще коснемся этого обязательно. Не нужны, да. Поэтому я бы сказал, что это, наверное, не так. Есть проблема с подпиской. Мы сейчас об этом поговорим. Давайте послушаем еще один телефонный звонок из нашего телезрителя. Добрый вечер вам. Мы вас приветствуем. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, а будет организован муниципальный оркестр в Донецке? Муниципальный оркестр в Донецке. Ну, во-первых, какой муниципальный? Симфонический, духовой, народных инструментов. К сожалению, абонента уже нет на связи. По муниципальному оркестру, если речь идет о духовом оркестре, который был на шахте Засятька, и учитывая, что дворец культуры становится на реконструкции, то я насколько осведомлен, что город намерен создать муниципальный духовой оркестр. Это в городе Донецке. Но мы имеем, на примере Мариуполя, мы имеем три муниципальных симфонических оркестров, муниципальный духовой оркестр, оркестр народных инструментов. Поэтому, если речь идет о духовом оркестре, а если речь идет о том, к нам обращались, может, вы представляете людей, которые обращались о создании при филармонии или при муниципального джазового коллектива, который бы представлял Донецк область, если речь о нем идет, то это уже отдельный разговор, и мы, по-моему, уже на эту тему. Вернемся в библиотеке. Вы сказали о том, что у нас есть информация о том, что существует достаточно серьезная проблема с подпиской на периодику. Это, прежде всего, вопрос денег? Вопрос денег. Прежде всего, вопрос денег. Потому что в 2012 году на одного жителя, если брать сколько потрачено на приобретение книг, ну, пополнение библиотечных фонов, в том числе и периодика, это мы потратили 39 копеек на человека, в среднем по области. Это показатель не очень у нас. А в 29 городах и районах вообще не были выделены деньги на подписку и на пополнение, на приобретение книг. Николай Николаевич, означает ли это, что человек, придя в библиотеку через какое-то короткое время, да, и спросив у сотрудника о том, хотелось бы полистать подшивку той или иной газеты за, допустим, конец 2012 года, начало 2013 года, он может попросту эту подшивку не найти? Ну, во многих, будем говорить, особенно в сельских библиотеках, где находятся рабочие поселки, во многих библиотеках да, он не может найти. Но библиотеки за счет спонсорских, вот то, что мы говорили, выживают за счет спонсорских средств и за счет участия в международных проектах. У нас в библиотеке единственное учреждение культуры, которые самые активные в различных международных проектах, и они зарабатывают приличные деньги, и благодаря их участию в этих проектах мы имеем ту сеть и компьютеризации библиотеки, и подключение к интернету и так далее. Ну, очень часто, когда речь заходит о библиотеках, да, люди, скажем так, которые, может быть, не застали всей этой прелести, да, почитать или подготовиться к чему-либо в библиотеке, говорят о том, что с счетом появления интернета и его развития библиотеки сами по себе ну, изживают себя. Вы так считаете, и каким образом библиотеки могут сегодня идти в ногу со временем для того, чтобы привлекать к себе посетителей? Ну, мы привлекали крах театру, когда телевидение появилось, мы привлекали крах кино, когда в самое, но, по примеру, будем брать западных стран, то библиотеки наоборот, как вот сейчас мы говорим, что на носителях, допустим, электронных, что зачем там вообще книгу эту покупать, все можно в интернете взять, хотя, понятно, мы же берем все это пиратское, мы же не платим за то, что мы пользуемся, не цивилизованно всегда поступаем в этом деле. Поэтому, если говорить, что сегодня наоборот, на западе библиотеки возвращается именно книга живая, они прошли это уже. Когда мы закрывали библиотеки, они начали открывать их. Когда мы начали говорить о том, что нам нужны только, вот мы можем пользоваться интернетом, и электронные носители не все заменят, и поэтому давайте мы не будем уменьшим финансирование библиотек на приобретение или переводику, или подписку, то на западе другая тенденция, наоборот, увлечение к книге. Все хотят запах типографской печати. Но библиотеки ведь, сами понимают, что если они не будут внедрять современные технологии, это крах. Это путь в никуда. У нас в Донецкой области не идут по пути к этому самому краху, пытаются внедрять какие-либо новые технологии. Могу сказать, что 220 библиотек из 669 имеют подключены к интернету. У нас многие библиотеки имеют интернет-центр. Допустим, в 80 библиотеках у нас открыты зоны Wi-Fi. То есть библиотеки идут, они все-таки, учитывая, что их участие в международных грантах, получении международных грантов, они, как никакие другие учреждения культуры, они у нас сегодня зарабатывают деньги, оснащая технически. Будем так говорить. Сегодня идет создание электронной базы, электронной библиотеки Донецкой области. И благодаря футбольному клубу «Шахтер» мы имеем, наверное, единственный, кто имеет аппарат, который оцифровывает газеты 50-х годов, 60-х годов. Потому что мы почему всегда волнуемся, когда нет подписки? Потому что, ладно, там газета другая, но та газета, которая выпускается в каком-то районе или областная, она только у нас. И если мы ее не сохраним через 40 лет, не оцифруем, она ее нигде не возьмешь. Это история края. У нас есть телефонный звонок. Если он сорвется, мы тоже его нигде не возьмем. Давайте послушаем телезрителей, затем продолжим. Вечер добрый вам. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, у меня два коротеньких запитания. Да. Чи существуют у нас в области культурные программы, которые бы приближали наших жителей до украинского? И если они существуют, то какие уже есть результаты? И второе вопрос. Мы знаем, что на одной из библиотек в Донецке працюет украинский разговорный клуб. Чи вы планируете в других местах делать подобные клубы? Спасибо. Я дякую за вопрос, которое вы поставили. Я могу ответить вам, что действительно в Донецкой области существует программа поддержки украинской мовы, развития украинской мовы. И в межах цієї программы, в рамках цієї программы, у нас, безусловно, есть как в сфере классического мистецства, я маю на увазі филармония, которая пропагает и мает в репертуаре, например, в музычном и драматичном театре нашего украинского, национально-академично может спостерегать, насколько идет активное использование творений, классиков украинских и святовых классиков. Если вы возьмете репертуар с фоничного оркестра нашего академического филармонии, то вы обратите внимание, что там много классиков украинских. Стосовно створения разговорного клуба, что вы наголосили в своем вопросе, то я вам отвечаю, что, безусловно, инициировали этот клуб не управление культурой, не чиновники, а самим жителям, которые любят украинскую мову. И мы всегда готовы вас, если у вас есть какая-то идея и пропозиция, мы готовы сприяти створению на базе той бібліотеки, которую вы желаете опрацювать, мы можем это питание и створить такой клуб. И стосовно питания, какие результаты есть с приводу пропаганды украинского мистеца. То я бы сказал так, что сегодня у нас 40% фондов библиотеки – это украинская мова, украинская классика. Мы сегодня, вы обратите внимание, что у нас и театры, и концертные организации, как я уже ранее наголосил, имеются в репертуаре. Кроме того, если вы цікавитесь историей нашей культурной жизни в Донеччине, то вы, мабуть, обратите внимание на проведение многократных фестивалей фольклора, аутентичного мистецства. И все это поддерживается. Я с радостью могу так констатовать, что у нас развивается аутентичное мистецство. Фольклор, сколько бы мы ни сказали, что это, мабуть, так далеко молодые. Но с каждым годом появляется все больше и больше таких коллективов. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Николай Николаевич, буквально остается минутка до конца нашего эфира. Не могу не задать вопрос о ситуации с новым художественным музеем. Что есть сегодня конкретного о строительстве нового здания, либо о переводе художественного музея в другое здание? Можно ли сегодня уже какие-то расставить точки? Ну, я не могу обрадовать каким-то ответом на ваш вопрос, что сегодня. Сегодня вопрос остается открытым по строительству художественного музея нового здания и его перевода. Потому что тот вариант, который мы сегодня имеем по решению сессии городского совета отвода земли возле гостиницы «Виктория», в принципе, он не совсем, ну, там и геология и прочее, есть проблемы. Короче, это бы стоит, очень дорогостоящий был бы проект. И кроме того, сегодня навряд ли мы, если делать его по уму, чтобы это было именно мирового уровня издания по своей вместимости и так далее, я не думаю, что мы сегодня финансово готовы. Без привлечения бизнеса мы навряд ли можем за счет средств государственного бюджета или областного такой проект реализовать. То есть вопрос остается, что называется, в режиме ожидания? Ну да, рассматривается вопрос, но он не снят с повестки. Ну что, спасибо большое, Николай Николаевич, за участие в нашей программе. Я напоминаю, что сегодня гостем студии ток-шоу «С глазом и глаз» был начальник управления культуры и туризма Донецкой областной государственной администрации Николая Пташко. И мы пытались найти ответ на вопрос, каков он сегодня Донбасс культурный. Несмотря ни на что, верите в лучшее. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!